Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию небольшую экскурсию во времени, из которой вы узнаете путь становления и развития Слободской центральной районной библиотеки, которая уже более 80 лет ведет активную просветительскую досуговую деятельность среди своих читателей и жителей района. С 1918 по 1937 года функции центральной районной библиотеки выполняла городская публичная библиотека. В ноябре 1919 года при ней была образована уездная библиотечная комиссия для улучшения организации и комплектования библиотек. Годом рождения нашей библиотеки считается 1937 год. когда центральная районная библиотека была выделена из состава городской библиотеки для обслуживания сельского населения. Находилась она первоначально в одном здании с городской библиотекой, занимала площадь 64 квадратных метра и освещалась двумя керосиновыми лампами. В годы Великой Отечественной войны библиотекой заведовала Комлева Мария Алексеевна. Библиотекари-передвижники вели широкую агитационно-массовую работу среди населения о ходе войны, о постановлениях партии и правительства, о героическом прошлом русского народа. В 60-х годах библиотека несколько раз меняла свое место жительства. Сначала она находилась на первом этаже районного дома культуры, позже переехала в другое здание, маленький беленький домик около художественной школы по адресу Советская 88-Ф. На сегодняшний день это здание в городе не сохранилось. В 1976 году на пост директора библиотеки была назначена Гордилова Римма Алексеевна. В те годы на протяжении 14 лет библиотека была вынуждена ютиться в подвалах дома на улице Урицкого 9, но отсутствие помещения не помешало провести централизацию библиотечной системы района. В 1990 году центральная районная библиотека наконец-то переехала в отдельное здание по адресу Володарского 3, ныне Екатерининская улица. На долгие годы именно это место стало центром библиотечной жизни Слободского района, превратившись в теплый гостеприимный дом, где каждый мог реализовать свои таланты, расширить кругозор и обрести новые знания. В этом здании наша библиотека прожила до 2017 года, пока администрации района не было принято решение переселить библиотеку с городской черты на территории Слободского района. Выбор пал на пустующее помещение бывшего профессионального училища номер 21 в деревне Стулова. Так наша библиотека начала готовиться к одному из самых масштабных переездов своей истории. Совместными усилиями коллектива был сделан ремонт, и библиотека переехала в новый дом, успев открыть свои двери для читателей уже к новогодним праздникам, чтобы вместе с ними отметить 80-летний юбилей библиотеки на новом месте. Именно здесь, на Стуловской земле, где у библиотеки появился не только постоянный собственный дом, но и новые перспективы, разумеется, что такой потенциал нужно было реализовывать. И тогда коллектив Центральной районной библиотеки принял решение подать заявку на участие в конкурсе по созданию модельных библиотек нового поколения. Спустя два года участия в конкурсе, в 2020 году Центральная районная библиотека стала одной из победителей и получила 10 миллионов рублей на реализацию своего проекта. В результате слаженных и профессиональных усилий всех сотрудников библиотеки, пройдя сложные этапы реализации, мы полностью изменились, не только внешне, но и внутренне. Наша библиотека преобразовалась в современный библиотечно-информационный центр, оснащенный по последнюю слову техникой, укомплектованный новым книжным фондом. 22 июля 2021 года Центральная районная библиотека торжественно открыла двери для читателей и жителей района и города. И с этого дня мы начинаем новый отчет исторической летописи, ставя перед собой следующие дерзкие задачи и творческие цели, которые мы непременно реализуем при поддержке своих читателей и друзей.